SPF-крем. Твой секрет вечной молодости. Ультрафиолетовые лучи B проникают только в эпидермис, вызывая красноту кожи и ожоги, если мы очень долгое время будем находиться под ультрафиолетовыми лучами B. Это лучи средней длины. Длинноволновые ультрафиолетовые лучи – это ультрафиолетовые лучи A. И они уже попадают в дермо, во внутренний слой кожи. И вот это уже опасно. Куда сходить летом в Казани? Короче, в эту пятницу у чаши состоится праздник «Я выбираю небо». И угадайте, кто на нем выступит? Ну, кого же ты выберешь? Ну, давай, 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 давай. Ну, кого? О, я тут по приколу прогрев делала. Ладно, интрига так себе, но движ намечается клевый. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Елизавета Газизянова. Ученые Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета выступят с докладами, посвященными вопросам современной лингвистики и литературоведения на 15-м конгрессе Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы «Русский язык и литература в меняющемся мире». Он будет проходить с 13 по 15 сентября в Санкт-Петербурге и объединит филологов, преподавателей русского языка, методистов, литературоведов и лингвистов. Конгресс Маприал является крупнейшим международным событием в области научного описания, преподавания и популяризации русского языка в мире. В его работе в этом году принят участие более 500 делегатов из 55 государств. С наступлением аномальной жары многие люди начинают задумываться о походе на пляж. Ведь это именно то место, где можно в полной мере насладиться солнцем. Однако немногие знают о том, как правильно защитить свою кожу при длительном воздействии ультрафиолетовых лучей. Насколько они опасны и как не стать жертвой небесного светила, расскажем в следующем сюжете. Немногие знают, но ультрафиолетовое излучение преследует нас во все времена года, не только летом. Однако именно в эти три месяца их действия наиболее активно. Начать разбираться в пользе СПФ, кремов и масел стоит с общей информацией об ультрафиолетовом излучении. Оно делится на три категории и разграничивается степенью воздействия. Лучи А составляют 90% от всего излучения. Они проникают глубоко в кожу, не вызывают покраснения. Более того, их активность почти никогда не зависит от сезона. Они активны в любое время, когда светло. Доказано, что лучи А проникают сквозь облака и стекла, а значит пасмурная погода им не преграда. Благодаря этим лучам может появиться загар, но при условии, что кожа уже немного загорела. Именно они способствуют старению кожи. Кроме того, часто являются причиной аллергии и могут вызывать онкологические заболевания. В отличие от А лучей, лучи Б как раз ответственны за наш загар и солнечный ожог. А еще за развитие меланомы. Они представляют собой 5% ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли. Эти лучи проникают не так глубоко, однако могут повредить наследственный материал, что приводит к образованию рака. Их активность отличается от А излучений. Лучи Б не проходят сквозь стекла и облака, а также меняют свою интенсивность в зависимости от времени года и суток. Их действия на кожу разные. Ультрафиолетовые лучи Б проникают только в эпидермис, вызывая красноту кожи и ожоги, если мы очень долгое время будем находиться под ультрафиолетовыми лучами Б. Это лучи средней длины. Длинноволновые ультрафиолетовые лучи – это ультрафиолетовые лучи А. И они уже попадают в дерму, во внутренний слой кожи. И вот это уже опасно. При выборе правильного крема существует такой критерий, как фильтр – физический и химический. Разберемся по порядку, чтобы понимать, что именно следует искать на флаконах. Первый работает на поверхности кожи. Подобно зеркалу отражает солнечные лучи, не пропуская их к коже. Некоторые призывают вообще использовать только их, но это по меньшей мере неразумно. У минеральных фильтров есть недостатки, о которых полезно знать всем. Средство с минеральными фильтрами может оставлять на коже белые полосы. Его можно случайно стереть и не заметить этого, оставив таким образом кожу без защиты. Хороши они тем, что не впитываются, но в этом заключается их главный минус. Они плохо держатся на коже, если сочетать загар и купание. Наносить такие кремы следует каждые 2-3 часа. Физические фильтры – это обычно минеральные вещества, это оксид цинка и диоксид титана. Иногда их наночастицы обволакиваются либо оксидом кремния, либо оксидом алюминия. Но это не всегда. И взаимодействие их с ультрафиолетовыми лучами основано на том, что ультрафиолетовые лучи отражаются от частиц оксида цинка и оксида титана. Химические фильтры светопоглощающие – это синтезированные вещества, которые вступают в реакцию с ультрафиолетом, обеспечивают высокую степень защиты и, превращаясь в поглотитель ультрафиолетовых лучей, не дают им проникнуть в кожу. В отличие от физических, химические фильтры водоустойчивы и не оставляют на теле белых разводов. Но все же химия есть химия, поэтому прежде чем наносить крем, убедитесь, что он не вызовет аллергию. Опробуйте его на небольшом участке тела. Помимо того, что есть физическое взаимодействие с ультрафиолетовыми лучами, есть вещества, в основном они органической природы, которые отвечают за химическое взаимодействие с ультрафиолетовыми лучами. В результате взаимодействия с этими веществами энергия преобразуется в тепловую энергию, но единственный такой момент, что эти вещества быстро разлагаются, поэтому нужно постоянно обновлять нанесение кремов на кожу. Таким образом, придерживаясь простых правил в отношении СПФ кремов, можно сделать отдых на пляже гораздо более приятным и предотвратить нежелательные последствия для кожи. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюс. До конца лета осталось меньше месяца. Самое время зарядиться позитивом, почерпнуть классные идеи в нашей афише и отправиться покорять столицу Татарстана. Не, телек не сломался, не переживай. Ты просто слишком долго сидел перед ним и разговаривал. Давай договоримся. Ты сейчас выберешь из моей подборки любое мероприятие, а потом встанешь с дивана и отправишься на встречу приключения. Привет, меня зовут Маргарита Михайлова и специально для тебя я подготовила подборку бесплатных мероприятий в столице Татарстана. Поверь, они заставят твое сердечко биться чаще. Ну а чтобы разбавить немного твои разговоры с телеком, я вкину пару-тройку интерактивов. Договорились? Тогда погнали. Знаете, в это очень трудно поверить, но чувство патриотизма было придумано задолго до песни «Я русский». Да-да, так и есть. Не знаю, как у вас, но у меня искренние чувства глубокой любви к моим родным, близким, ко всем, кто меня окружает, к моему родному краю, вызывают песни группы Любе. Для меня шаман — это, короче, новые Любе. Типа Любе 2.0, шаришь? Короче, в эту пятницу у Чаши состоится праздник «Я выбираю небо». И угадайте, кто на нем выступит. Ну, кого же ты выберешь? Ну давай, 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 давай. Ну, кого? Я тут по приколу прогрев делала? Ладно, интрига так себе, но движ намечается клевой. Так что приходи, споем хором песню про коня. Я сейчас была как даже путешественница. Не хватает только песни про карту. Я карта, 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 я карта! Площадка работает с 10 утра до 10 вечера. Вход свободный. Вы, главное, мороженое не прозевайся. А 4 августа на набережной озера Кабан вновь состоится фестиваль электронной музыки. Ориентир все тот же. Скамейки у Ива со стороны улицы Салимжанова. Вход свободный. Официальное заявление. Август месяц спорта. Если вы думаете, что вы не успели подготовиться к пляжному сезону, я спешу вас расстроить. Впереди есть еще бархатный, так что время позаниматься еще есть, подготовиться, все такое. Но если это все равно вас никак не мотивирует вставать на пробежку с утра пораньше, я добавлю еще один аргумент. Заниматься в одиночку не придется. Вместе легче, согласитесь, да? Весь август в парке Горького будут проходить бесплатные спортивные тренировки. Одна из них, к примеру, состоится 5 августа. Это будет беговая тренировка. Встречаемся в 8.40 у стадиона трудовые резервы. Вход по предварительной регистрации. Спорт это, конечно, хорошо, но хорошо должно быть понемножку. Что? Я вообще-то занимаюсь спортом, когда время свободное есть. А вы когда-нибудь бывали в Орленке? Неважно кем, ребенком или вожатым? Если да, то вы точно вспомните ту невероятную атмосферу, в которую погружаешься, оказавшись там впервые. Лично я в Орленке была всего пару раз. Не в качестве участника смены, не ребенком. Я приезжала туда как куратор киноотряда. Но я все равно помню свой первый день. Я пришла в замечательный лагерь звездной, посмотрела на него. И, знаете, такое тепло внутри ощутила. Даже не знаю, с чем его сравнить. Наверное, это тепло, которое ты ощущаешь, когда возвращаешься домой. И за 21 день Орленок стал для меня по-настоящему родным. Обрел в моем сознании сакральный смысл. И сейчас, ну что ж, таить, да, я по нему скучаю. И если вы, так же, как и я, хотите поностальгировать, то предлагаю вам встретиться в кинотеатре под открытым небом. 5 августа в сквере Зайни Султана состоится показ фильма «Легенда Орленка». Начало в 8 вечера. 28 дней до конца лета. Самое время задуматься о сменке, школьных принадлежностях, тетрадках и... Хотя стоп. Вообще, эти покупки, на самом деле, можно отложить до 31 августа, а лучше до 1 сентября. Кто-нибудь вообще, кстати, покупает школьные принадлежности в августе? Просто лично я в старшей школе занималась всем этим в процессе. Как бы решала проблемы по мере их поступления. В общем, не время забивать себе голову какими-то покупками, которые могут потерпеть до сентября. Берите в охапку друзей, людей, детей, собак, кошек. Всех, кого хотите, берите в охапку и отправляйтесь на встречу приключений. Здесь могла быть интеграция какого-нибудь сервиса по поиску дешевых авиабилетов, но ее нет. В общем, времени осталось немного, так что надо насладиться последними летними деньками сполна. Но чтобы вопросов в стиле «Чем бы сегодня заняться» не возникало, смотрю Univer News. До новых встреч! Разговоры ее слышны, надо орленком ночная тень. В круговерте забот не заметили мы, как был прожит еще один день. В круговерте забот не заметили мы, как был прожит еще один день. Хочу в орленок. Студентка Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Ангелина Самихина стала одной из победительниц конкурса «Студенческий стартап». Девушка получит 1 миллион рублей на реализацию проекта «Литературные подкасты для сердца и души». Студенты и преподаватели и ФМК загорелись идеей нового формата подготовки к ЕГЭ – литературных подкастов. Реализовать идею решили в Телеграм, а качество преподавания повысить за счет проверки транслируемого материала экспертной комиссии ЕГЭ по литературе в Республике Татарстан. Планируется запустить два канала. В бесплатном будут публиковать основную информацию для сдачи ЕГЭ, чтобы заинтересовать школьников и завоевать их доверие. Весь образовательный контент – подкасты, майндкарты, пособия, теории и так далее – будет доступен уже на платной версии канала. Сейчас команда студентов и ФМК активно готовится к запуску бизнес-идеи. Одни создают образовательный контент, а другие – администрирует Телеграм-канал. В Волгоградской области с 11 по 15 октября состоится Всероссийский историко-просветительский форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта образования и призвано объединить молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в сети интернет. Участников форума ожидают образовательные лекции, практику, мастер-классы и спортивные состязания. Выпускница Института управления экономики и финансов Казанского Федерального университета Гульнас Бореева стала одной из победительниц третьей очереди конкурса «Студенческий стартап» с проектом разработка экологически чистого органического удобрения на основе пчелиной мервы. Удобрение может быть использовано для садово-огородных культур. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова